Пока идет подготовка утверждения областного бюджета на следующий год, в казну продолжают поступать дополнительные средства. Так, за 2017 год доходы выросли почти на 1,2 млрд рублей. Их перенаправляют на решение первоочередных задач, стоящих перед регионом. Правительство стремится хранить и развить социальную направленность бюджет. В соцсферу направляется основной массив дополнительных средств. Отрасль здравоохранения и социального обеспечения получает почти полмиллиарда рублей. Для приобретения материально-технической базы выполнены работу по ремонту помещений в УЗГО в больнице номер 1. Это полм 4.1.4 в сумме 10 млн рублей. ТУЛ 7.1.1 это совершает систему лекарственного обеспечения отдельной категории граждан в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Это в сумме 20 млн рублей. Но большая часть средств направляется на социальную поддержку ульяновцев, выплату заработной платы. На зарплату учителей и работников дошкольных учреждений пойдут деньги, выделяемые Министерством образования и науки. Это ведомство получает без малого 300 млн рублей. Сумма в размере 20 млн 291 тыс. рублей будет распределена на город Димитровград. Мы в этом году завершим строительство детского сада и оборудуем его. Поэтому эта сумма полностью обеспечивает решение этого вопроса. И часть средств чуть более 5 млн на строительство детского сада в городе Барышев. Дополнительные средства в 10 млн рублей пойдут на поддержку программы «Губернаторская ипотека». Планируется решить еще одну важную проблему для области и всей страны. По большому счету уже в ближайшее время планируем закрыть полностью вопрос по обманутым дочкам. И это правильный подход. Еще у нас большая задача не допустить, чтобы они вообще появлялись больше как бы то ни было. Поддержка муниципалитета, благоустройства, дороги. Еще одни направления, на которые пойдут дополнительные средства. Правительство единогласно утвердило изменения в бюджет. Теперь ему предстоит отправиться на рассмотрение в законодательное собрание. Егор Титов, Руслан Баталов, Новости дня, Ульяновская правда.